Здравствуйте, меня зовут Александр Кузнецов. Я занимаюсь ремонтом котлов достаточно долго. Последние 10 лет мне приходилось ремонтировать большое количество котлов. И я общался с мастерами, с моими коллегами, которые занимаются ремонтами газовых котлов, являются сервисными инженерами, работают в райгазах. И я составил пятерку самых лучших и самых худших газовых настенных котлов. Хочу заметить, что в целом газовые настенные котлы это довольно-таки надежные и работоспособные устройства. Среди них редко бывают какие-то вот совершенно рушилки, которые совершенно часто ломаются. В целом это довольно-таки надежная техника. Но даже несмотря на это, все равно возникают поломки, которые в тех или иных котлах чаще всего встречаются. И если говорить о выборе того или иного котла, то в основном этот выбор строится из нескольких моментов. Не нужно относиться к этому выбору как-то серьезно. Я говорю о своем личном мнении, о той местности, в которой я работаю, и именно с теми котлами, которыми мне приходится работать. Наверняка у вас, в вашей местности картина может быть иная. И если меня смотрят мастера по ремонту котлов, у них пятерка лучших или худших котлов будет отличаться от того, что я сейчас буду рассказывать. Но важно, когда вы выбираете котел, нужно оценивать по ряду критериев. Это в первую очередь его качество, его ремонтная пригодность, его цена, опять же возможность его обслуживания, кто его сможет обслуживать и ремонтировать в случае его поломки. И здесь очень важный момент, это то, что вы не можете просто взять, снять котел, выкинуть и поставить другой. Зачастую замена котла связана с изменением проекта газификации. И в некоторых случаях это составляет серьезную проблему, потому что нужно не просто заменить котел, а нужно изменить проект. И в каких-то случаях райгаз на это закрывает глаза, а в каких-то это большая, довольно-таки длительная процедура. Поэтому если у вас котел сломался и он не подлежит восстановлению, то нужно понимать, что вы не можете его просто поменять. Если вы это сделаете, то вы можете получить штрафы или какие-то головники с местным райгазом. На пятом месте находится котел Ферроли Доми Проджект. Это настенный газовый котел с биотермическим теплообменником. В нашем регионе он встречается довольно-таки редко. Самая частая поломка, которая с ним происходит, связана с его теплообменником. Так как в этом котле стоит биотермический теплообменник, он коррозирует, протекает и его приходится менять. Стоимость этого теплообменника составляет практически 70-80% от стоимости котла. И учитывая, что этот котел довольно-таки редко у нас продается, и соответственно возникают проблемы с покупкой запчастей. А учитывая стоимость одной только детали, которая превышает половину стоимости этого котла, я вообще считаю, нет смысла при такой поломке его ремонтировать. На четвертом месте в моем хит-параде худших газовых котлов попали котлы производства Bosch. Это Bosch Газ. Это целая линейка газовых настенных котлов. Эти котлы находятся в дешевом ценовом сегменте. Последнее время в большом количестве продается в Краснодарском крае. Имеют недостатки, в основном связанные с блоком управления и с газовым клапаном. Эти два узла в этих котлах ломаются чаще всего. И зачастую не хватает запчастей. Не каждый сервисный инженер имеет эти запчасти в наличии. Если вы находитесь в каком-то крупном городе, то скорее всего проблем с этим не возникнет. А если вы находитесь где-то на удалении от районных центров или от больших городов, то ремонт такого котла является проблемой. Что интересно, Bosch это крупный немецкий производитель. И в концерне Bosch существует целое подразделение. Это Bosch термотехника, в который входит такой производитель как Buderus. И если сравнивать котлы Bosch и Buderus, то Buderus, на мой взгляд, это более крепкие, более надежные и более качественные котлы, чем котлы Bosch. И вот чем объясняется данный момент, мне непонятно. Если вы знаете, с чем это связано, напишите об этом в комментариях. И поэтому, если вы выбираете между котлами Bosch и Buderus, я считаю, что лучше выбрать Buderus. Тем более Buderus вошел в пятерку лучших котлов по версии нашей команды. На третье место в нашем рейтинге худших котлов попали котлы Violent. Violent Atmatec и Violent TurboTec. Это может для кого-то показаться странным, потому что компания Violent позиционируется как очень серьезная, такая старая немецкая компания, которая специализируется на тепловом оборудовании. Но несмотря на весь памфос, несмотря на то, что эти котлы довольно-таки дорого стоят, они довольно-таки плохо себя показали. И вот по нашим наблюдениям, за последние 10 лет практически все котлы Violent, которые установлены в нашем газовом хозяйстве, они все претерпели какой-то ремонт. Чаще всего у этих котлов ломались циркуляционные насосы, блоки управления. А в этих котлах были установлены по две платы управления. И стоимость каждой из них составляет примерно по 10 тысяч рублей. Кроме этого, у котлов часто ломаются газовые клапаны. И несмотря на то, что компания постоянно обновляет свой модельный ряд, новые котлы Atmatec и TurboTec имеют серьезные проблемы с газовыми клапанами. И довольно-таки сложную автоматику, и довольно-таки сложно настраиваться. На мой взгляд, сервисная политика компании Violent, мягко говоря, ебанная. Компания считает, что обслуживанием котлов должны заниматься только специализированные инженеры Violent, которые прошли специальное обучение и специальную авторизацию. Это вроде бы плюс, что ваш котел будет обслуживать специалист. Но с другой стороны, сама компания навяливает такие условия, что даже нормальный специалист по газовому оборудованию не может их выполнить. Кроме того, что он должен знать эти котлы и в них разбираться, он еще в обязательном порядке должен приобрести обязательный комплект запчастей, которые стоят немаленькую сумму. И поэтому эти котлы у нас встречаются довольно-таки редко, обслуживать их геморройно, ломаются они часто. И по этой причине котлы Atmotec и Turbotec в производстве Violent попали на третье место нашего рейтинга самых худших газовых настенных котлов. На втором месте худших газовых настенных котлов находятся котлы Navien, это котлы Navien Deluxe и более ранняя версия котлы Navien Ace. Это турбированные газовые настенные котлы, двухконтурные, в диапазоне мощности от 13 до 24 кВт. В целом я могу сказать, что по конструкции, по замыслу инженеров, которые разрабатывали эти котлы, котел хороший, в целом он неплохо реализован, но у этого котла есть один узел, который в общем-то портит все его достоинства. Это первичный теплообменник. У котлов Navien, видимо, такой специальный подход, они делают реально хреновые первичные теплообменники, которые через год, два, ну максимум три, начинают течь. И причем конструкция котла такая, что если течет теплообменник, и этот момент вовремя не заметить и не заменить теплообменник, он заливает вентилятор, который находится ниже топочной камеры. Если залило вентилятор и котел запустился, он разбрызгивает теплоноситель внутри котла и заливает трехходовый клапан, блок управления. И вот из-за одной поломки, связанной с первичным теплообменником, можно испортить просто весь котел. Компания Navien заявляла о том, что она эти теплообменники изменит, и в процессе обновления модельного ряда они говорят, что в новой версии котла теплообменники лучше. На самом деле это не так. В лучшем случае теплообменник прослужит вам два года, но на практике нам приходилось менять теплообменники на котлах, которые отработали 9 месяцев, 10 месяцев. Меняется теплообменник. Стоимость теплообменника составляет примерно 6-7 тысяч рублей, плюс работа по его демонтажу и замене. Поэтому я не советую использовать котлы Navien вот именно из-за этого недостатка, который в принципе вполне хороший качественный котел превратил в настоящее говно. Эти котлы в нашем регионе получили очень большое распространение. Они находятся в дешевом ценовом сегменте, и мы постоянно ездим и видим, как люди мучаются, потому что каждый раз, практически каждый год на них приходится менять первичный теплообменник. С другой стороны, благодаря компании Navien и хреновым теплообменникам, которые они ставят свои котлы, мы всегда при работе, постоянно их ездим, постоянно их меняем. Может быть для этого они сделали вот такой теплообменник, мне непонятно. Если вы знаете ответ на этот вопрос, пишите в комментариях. Если вы какой-нибудь ушлый сервисный инженер, рекомендуйте котлы Navien, предлагайте их всем своим клиентам и заказчикам, всегда будьте при работе. А если вы выбираете котел для себя, то лучше выберите котлы из пятерки лучших котлов, которые будут в следующем нашем видео. И теперь, лидер нашего рейтинга, это самый хреновый котел, который продается в последнее время в Краснодарском крае, и не только в Краснодарском крае, я думаю, по всей нашей стране, это котлы китайского производства Oasis. Я думаю, те сервисные инженеры, которые с ними уже сталкивались, они, что называется, нахлебались с этими котлами. Это котлы серии BM и RT, настенные газовые котлы в линейке диапазона мощности от 13 до 24 киловатт, двухконтурные котлы. Они относительно недавно появились в продаже и захватывают рынок своей низкой ценой. Люди их активно покупают, ставят, но на самом деле эти котлы реально говнище. Проблемы возникают и с газовыми клапанами, и с блоками управления. И на эти котлы очень сложно найти запчасти. С этими котлами реально хреново все. Нет нормальной технической документации, нет запчастей. Если вы будете обращаться в техническую поддержку, скорее всего, вы попадете на инженеров, которые сами свой котел плохо знают и ничего вам толком не посоветуют. Поэтому именно этот котел попал в топ нашего рейтинга. Если вы смотрите на этот котел, то не берите. Я думаю, со временем, скорее всего, производитель улучшит эту модель. Возможно. И, в принципе, я считаю, что в ближайшие несколько, ну, может быть, 3-5 лет китайские производители ворвутся на рынок котлового оборудования. Уже к этому есть серьезные тенденции. Китайцы в плане инженерной сантехники сделали достаточно мощный рывок. И сейчас уже есть и радиаторы, и запорная арматура, и система автоматизации. И уже появляются котлы. Я думаю, что с качеством, скорее всего, они доработают, допилят. И, возможно, через какое-то время китайские котлы будут по хорошей цене и хорошего качества. Но сейчас то, что представлено в этом сегменте, и то, что представляет компания Oasis, это реальная фигня. Поэтому я советую такие котлы не покупать, не ставить и не обслуживать. И если вы хотите найти котел, который вам больше подходит, посмотрите на пятерку лучших котлов на стенах, которые будут в следующем видео. Пишите свои комментарии, высказывайте свое мнение о том, что я сейчас рассказал. Приветствуется участие сервисных инженеров и мастеров. Расскажите о пятерке своих худших котлов. Расскажите о том, с чем вам приходилось сталкиваться. Приглашаю вас все в комментарии. Распространяйте это видео. Ставьте лайки и дизлайки. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok